И всё, и уже ведёшь потом. Да, всё, поймала. Поймала? Да, вот он всё. А этот с копытом, смотри, идёт сюда, брат. Так, я только поймала того, который сидит. А этот пошёл валять копыт, он его кидает. Всё, традиция? Да, смотри, он его кидает. Давайте, давайте. Народная гамадрилья, традиция. Забава, забава. Да, забава. Городки. Кинь копытом вперёд и иди. Городки. Зачем он это делает? Чуть внутренняя забрала. Ты посмотри, вот она сидит. А он уже её поймать хотел. Наживка? Наживка. Ты глянь какой. Такой, да, туда. Приманиваешь внутрюю, что ли? Вот она рядышком. Я не знаю. Внутрю копытом нельзя. Хитёрка варен, конечно. Если бы у вас было озеро, можно было бы рыбу ловить на приманку. Ну, а так? Можно было бы. Японские макаки ловят рыбу. Ловят? Да. Смотри, валять, валять пошёл. Так, а там что? Ну, по самца там, ну, о-о-о-о. Что такое? Куда пошли? Что такое? Это куда-то беремчатая, по-моему, пошла. Нет, не беремчатая. Это самец. Это самец вроде. Самец, мой мой. Пожар пошёл, пошёл, пошёл. Это деды, который... Да, который пришил. Сейчас улянем, что пошёл. Что там происходит? Что там происходит, непонятно. Ничего не происходит. Ничего, ушли куда-то. Ничего, зашли, да. Вдаль. Ну, идите, ладно. Деду ушёл, этот пошёл в кусты. А ты что? Решил семечки какие-то подбирать ещё? Что-то там подбирает. Дети все здесь. Да? Ага. И это играет с малявкой. Вообще-то прям хорошо она с ней вот это вот играет. Который раз, да? Да. Причём с одной и той же. Мне кажется, да. У которой мама мелковатая такая. Ну, истерическая. Истерическая, да. Да хотя они все такие истерические. Нет, ну одна особо истерическая. О, ещё одна пришла малявочка. Ну-ка. А, ну и все не играет. Ещё ползёт пупсик. А, там мамка. Мама не пускает. Ну ты вот... Смотрите, смотрите. Яблоко вот это грызло, плюнуло. Запутались, что ли, друг в друге. Там вот это паучки. Смотри. Ну, хорошо играет. Малыши. Карандаши. Малышки. Смотри, шарики. Ну, мамки вылезли. Нет, это, по-моему, самец. Один самец, одна мамка. Вот этот, первая мамка, да? Второй самец, да. Про подросченый дитят. Как лезет такой, под хвостом пролезет. Что вы тут пришли? Пришла, посмотрела, ушла. Вожаку крадёшься, может, нет? Нет, нет пока. Прошла мимо. Вожак тут что-то пылесосит. Квартиру. Да? Малая там рядом. Этот со своей мамкой, милочка, зато. Малышок. Там божак с этим подростком. Что-то там пошли по холмам. Какие, мое. Это что, задираются друг с другом? Там какие. Сейчас посмотрим. Можешь, как подростки вот это. Так, ну, не получилось у меня красиво призумить. Да, ну что? А у нас это, в принципе, получилось. Ладно, пусть они там ходят пока. А, недалеко. Не будем акцентировать на них внимание. Ну, а тут прям играет вообще с ним. Смотри, смотри. Кувыркается. Смотри. Ой, ты что его спихнула? Я не хотела. Смотри, как она его сразу взяла. Подхватила. Моя, я не хотела. Я не хотела. Да, да, да. Пошла к маме, ручку положила на неё. Я нечаянно, я нечаянно. Ничего не случилось. Ну, видишь. Подростки они вообще самые... Вон, смотри. Никто в этой семье. Я думала, это вот она пошла, маленькая. Они одинаковые. Ну, вот я же на неё и обратила внимание, пока та не вылезла из-под моста. Играет, играет с ней нянька. Какая дружная нянька. Хорошая нянька, нянька. Мамка вошла с него. Не доверяешь нянькам, да? Нет, там, видимо, это... Что? Я думала, может, вот это ей не понравилось. Потащила, потащила. Смотри, смотри, забирай, забирай. Ты что делаешь? Твоё здесь! Это не твоя! Твоё детёшь здесь! Вот она поэтому и забрала. Вот это вот пришла, истеричка. И таза брала ребёнка сверху, да. И это, видишь, раз-раз с детём на спине побежала. С этой истеричкой никто не дружит. О, мы вычислили, что с истерической мамашей не хотят дружить эти бывалые. Ушли-ушли. Нет, это ж не мамаша. А кто это? Это молодая самка. Это маленькая истеричка? Сейчас, сейчас, сейчас. Просто я смотрю, как они ушли. Вот это. Вот это. Вот это она орала. Ага, вот она. И она пришла откуда-то, и вот мамка забрала дитёв. А я думала, это вот эта мелковатая истеричка. Не-не-не. Вот это ж она, наверное, осталась или нет? Ну да, с дитём. Она вот с этим пляшивеньким дружит. А те дружат с Лохмат. Нет, Лохматый, вот он здесь. А, это Лохматый? Нет, это пляшивенький. Нет, это Лохматый со своим копытом. Покажи макушку, я что-то не разглядела. Да, Лохматый со своим копытом. Ага. А вот смотри, он тебя там хорошо будет снять далеко. Очень хорошо, обожаю этот холм. Решётку ты обожаешь? Получилось? Нет. А теперь? Нет. А сейчас? Почти, ура, получилось. А, видишь, как хорошо. Так, так. На холме так. Следить за ними тут можно. Мы очень далеко от них, правда, тут снять их. Ну сколько? Метра два с половиной. Ну да. Точно вот эта секция? Два полтора метра дальше. Два, да? Нет, я имею в виду, вот секция между столбами. Она двухметровая. Этих секций раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать секций. Вот двенадцать на два с половиной. На два. Это двадцать четыре метра до них туда. И плюс метр тут полтора. С нами, в общем, не меньше двадцати пяти метров туда до них. Вот до этой обезьяны, да, примерно двадцать пять метров. Так что не судите строго, не обвиняйте... За дрожащую камеру. За криворукости, да. За размытые, неразмытые решёнки. Всё, вы не можете снять хорошо, да. Мне всегда хочется, знаешь, сказать это. Приезжайте, снимите лучше. Вот да, хотелось бы просто поучиться у мастера. Без всяких. Он ночью... Ой, так прыгает. Где, 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 кто, кто? А уже не прыгает. Вот сумец стоит, идёт к ним. Сейчас, сейчас, вот он, вот он идёт. Он такой стоял, стоял на месте, такой прыг. По двум ногах, да? На двух ногах назад он. У меня супруг очень любит всякую технику, в общем, и он меня постоянно снабжает. То камеру, то наушники, то микрофоны, то какие-то состабилизаторы, в общем. И я ему всегда говорила, что не всё то, что ты мне предлагаешь, оно подходит для съёмок в Тайгане именно. Пока он не приехал с нами в Тайган, и думал, что он тут сейчас, я как наснимаю, я как наснимаю, и как не наснимал. Потому что, ну, условия таковы, что не всегда получается снять, как хотелось. Красиво, да. То есть, начиная от того, что это животное, и по спецзаказу не работает. Ты же мне скажешь, да, ну подожди, подожди, я тебя ещё не снял, да. Да, постой там, или, да, сядь вот здесь, не шевелись. Ты только настроишься на него, оно ушло в другую сторону куда-то. Вожаки оба пришли сюда уже. Этот всё с копытом так и кидает его. Сейчас переместимся на копыта. Народная забава. Вот, и оно очень легко рассказывать как надо. Ну да, надея это, конечно. А ты не представляешь, о чём идёт речь вообще. Если бы без нас, ну как, между нами не было ограждения, то было бы гораздо проще. Но это же зоопарк, не дикая природа. Тут опасно тоже как бы без ограждения. А, ну и в дикой. В дикой-то хоть убежать можно вообще-то. Да не в парк. Не в парк. Ну люди же снимают в дикой природе вот эти всякие красивые съёмки. Ты знаешь, на какие камеры они снимают? Ты знаешь, на каком расстоянии они находят? За сто пятьсот метров, да? Не двадцать пять метров, а двести пятьдесят. И на машине сидят, чтобы уехать быстрее. Ну, то есть это же всё как бы... Там столько вложений в эти съёмки, что страшно себе представить вообще, сколько это всё стоит. Это большая работа, большой труд. Красивые съёмки дикой природы. Они очень красивые. Мне очень нравится, когда люди в дикой природе снимают. Но это единица этих журналистов, натуралистов, анимал операторов. Но съёмки великолепные. Я всегда такая, блин, почему я не там? Я тоже так хочу. Очень красиво, да. Поэтому мы кайфуем, когда выпускают львов, потому что львов можно снять практически как дикой природы. Без вольера, да. Да, это очень круто. И круто, когда у нас Анатолий летал. У нас целый плейлист есть. С Анатолием, смотрите, да. Анатолий, кто не знает, это наш журналист. И вот они, они правда недооценённые, эти видео. Почему-то я не знаю, почему. Очень красивые видео. Очень красивые, когда там съёмки льва практически там в 20 сантиметрах от него. Это очень классно выглядит. Но сейчас нельзя. Увы, Анатолий на отдыхе. В отпуске, да. А в вольере, ну, ты так не снимешь. Как бы тебе не хотелось, ты так не снимешь. Можно настроиться, можно снять, поставить камеру на стабилизатор. И пусть она снимает, но не факт, что в этой камере будут живут. Да, они просто уйдут и на этом всё закончится. Ну, в общем, я говорю, то есть очень легко советовать, когда ты вообще не представляешь, как это всё происходит. Когда начинаешь немножко задумываться, то оно так не получается. У нас тут своя специфика. Мы и так, у нас и микрофоны, и камеры, и что у нас только нет. И мы стараемся это всё улучшить, чтобы звук был лучше, и картинка была лучше. Но не всегда возможно это всё применить. Есть ещё фактор внезапности, когда, ну, вот что-то происходит здесь и сейчас, и тебе некогда уже доставать эти микрофоны. То есть ты достал, что у тебя под рукой есть, и снимаешь. Потому что пока ты будешь доставать... Цеплять всё на себя, да, вот это... Да, вот это... Всё это оборудование, всё закончится. Идёт такой, в зубах несёт. Сейчас мы его поймаем. Там что-то львы разбушевались. Да, львы рычат, кричат. Где ты? Да вот он, где. Ну, я ж его в камере-то не вижу. Да, понимаешь, да? Я хотела, чтобы у нас сохранился наш красивый фокус, но... Никакого фокуса. Ну, ничего. Ну, теперь валяй тогда. Ну, хорошо. Решили рядышком, где... О, смотри, какой красавчик. Смотри, что творит. Красавчик. Это там горлицы решили, походу, там гнездо свяжут. А-а-а. Очень опрометчиво. Конечно, конечно, так, Северное. Да, ну, вроде как далеко, но птенцы же будут падать. Блин, не знаю, что-то снимает. Видно очертания, солнце в глаза уже с той стороны. Вот он вроде. Ну, вот он сидит, да, всё хорошо. А что там, как там это... Что он там делает, я вообще не вижу. Ничего, просто сидит. Ага. Потряс немного сетку на пне на этой. Да, ну ладно, тогда. В общем, пойдём-ка мы домой. В общем, да, пора, нам пора. В общем, в целом, да. Там, вон, мамки с дитями ушли, вон, на холд. Одно дитё только здесь. Всё, в Багдаде всё спокойно. А, вон второе дитё. Сериал продолжается. А третье дитё аж на холд. О, Боже. Вон идут, возвращаются. А вот это что-то возмущается беременной. Чего это возмущается? Копытца наелась, наверное. Почувствовала себя хищником или что-нибудь? Всё, девочки, и мальчики, и походим. До следующих встреч. Ой, мамочки. Ужик, да ужик это маленький. Держи меня, семеро. Давай, 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 это ужик. А я думаю, что это такое? Всё, вниз, вот он, вот он. Пошёл он, отвлёкнулся и укол. Вот он. Всё, не знаю, кто-то там увидел, не увидел. Уже и нет. Уже и ужики повыползали. Санкт-Петербург.